Добрый день, уважаемые друзья и подписчики! Сегодня хочу ответить на два вопроса. Вопрос номер один. Когда начинать внесение осенних удобрений? Когда начинается внесение фосфорно-калийных или осенняя подкормка удобрений? Отвечаю на этот вопрос. Вопрос внесения фосфорно-калийных или удобрений осенние начинается обычно в Беларуси с третьей декады августа. Обычно конец августа, сентябрь, поэтому можно уже задумываться о закупке удобрений и планировать внесение удобрений, содержащих минимальное содержание азота, то бишь до 5%, и подкармливать отплодоносившие кустики ягодных культур, а также думать о подкормке плодовых растений. Это первый момент. И второй вопрос. Я использую, и знаю, что очень много людей любят легко растворимую марку Кристаллон. Вы знаете, что они есть разные у нас. Зелёные, особый, жёлтый, красный. Вот он был недавно актуален. И сейчас мы переходим к использованию Кристаллона коричневого. Вот он так и подписан, Кристаллон коричневый, который поставляет компания Интерос. Во многие они занимаются фасовками в мелкую тару, и можно купить во многих садовых центрах, во многих садовых магазинах. Я покупаю, например, вот этот, делал покупку в магазине на Сене, в которых есть сеть у нас по Минску и по Беларуси. Но у кого большие возможности и потребности, могут кооперироваться и заказывать напрямую у компании Интерос, если у вас есть существенный объём заказа. Подробности можете узнать у них на сайте. И так как я езжу много по дачам, по товариществам, по загородным участкам, часто начали задавать вопрос, что является оригиналом, всё ли в пакетах это Кристаллон. Потому что раньше компания Интерос фасовала вот в такие большие пакеты, как вы видите на видео. Это просто я взял здесь калий-сернокислый, тоже актуально в своё время для использования для подкормок. И раньше такие же были, кто любит использовать Кристаллоны в своих технологических картах, знает, что раньше для населения продавались вот в таких пакетиках. Потом для удобства, а также для красоты, вот смотрите какой симпомпулистый пакет, компания Интерос начала фасовать удобрения Кристаллон вот в такие компактные небольшие пакеты. Но этот всё тот же Кристаллон коричневый, а также и другие, что были там красные, зелёные, особенные, это всё тот же Кристаллон, это никакая не подделка, это просто так, как можно сказать, ребрендинг, или, ну, что было красивее, мобильнее, удобнее, потому что, видите, этот был большой пакетик, этот маленький, этот компактным, можно взять с собой, привезти на дачу. Но это всё тот же Кристаллон, просто из такого пакетика компания Интерос начала фасовать вот в такие удобные пакетики. Поэтому не сомневайтесь, когда пришли в магазин, в садовый центр, можете смело покупать вот такие пакетики. И, напоминаю ещё раз, пришло время удобрения осенних, начинается третья декада августа, август-сентябрь, уже надо думать о подкормке фосфорно-калийных, или удобрения осенних, где должно содержаться небольшое или полное отсутствие азота, вы знаете, это НПК, здесь микроэлементы, вот оно всё расписано, до 5% азота, вот содержание фосфора, калия, поэтому рекомендую как один из вариантов осеннего внесения удобрений под плодовое, под ягодное растение, под декоративные культуры, чем удобна марка Кристаллон. Тем, что она хорошо растворяется в воде, можно использовать её в различных вариациях, как при посадке использовать, как в сухом виде, так и растворять и вносить в жидком виде, хорошо растворяется. Помимо основных элементов питания, содержит микроэлементы, ну, во всех отношениях, Кристаллон очень достойное и хорошее удобрение, надо немного, порядка 15, если мы говорим о жидкой подкормке, 15-20 грамм на 5 литров, или там 30-40 на 10 соответственно, хорошо можно растворять и использовать для полива как вариант, или делать баковую смесь с удобрением, это было актуально летом, кто этим занимался. Поэтому, ещё раз резюмирую, пришло время осенних подкормок, используем Кристаллон Коричневый, не боимся, что он в такой маленькой, компактной упаковочке, этот всё тот же Кристаллон Коричневый, который фасует компания Интеррос. Рекомендую, рекомендация от Сады Беларуси. Всем здоровья, читайте инструкцию, вносите по нормам, и хороших вам урожаев, и достойной зимовки вашим растениям. Спасибо за внимание. Ваши Сады Беларуси. Пока. Сады Беларуси.